всем привет дорогие товарищи сегодня снимаю видео товарищи попросили снять по поводу подвески на самокат kuga m4 pro заднее колесо мотор я собрал все готово диск стоит двигатель собран резина стоит все отлично сейчас буду заниматься задней подвеской до собирать там доделаю мелочевку по передней подвески по задней ну снимаю видео потому что это все в собранном состоянии видно не будет амортизатор с практически с этими кронштейнами спрячется спрячется в лыжу это вот проставка силовая чтобы усилить вот эту часть под подключение так скажем всех рычагов подвески конструкции в саму лыжу амортизатор вот этот второй раз заказывал он коротенький у него межцентровое расстояние 120 миллиметров первый раз заказал вот такой вот но он мощнее у него в два раза жесткость пружины выше ход 30 миллиметров тот тоже маленький заявили что 30 но в итоге по факту 25 хотя в принципе и с таким ходом у меня ход получился но я примерно мерил около 90 миллиметров на колесе будет но этот так скажем оставляем на опыт и проверим как будет тот работать но они внутри без гидравлики оба я попытаюсь разобрать тот амортизатор и посмотрю что с ним можно будет сделать может быть переточу и вставим вместо этого гидравлику туда вживлю в общем по нагрузке по нагрузке я нагружал так предварительно чем под моим весом он где-то ну процентов на 25 срабатывает колесо под моим весом в общем сейчас расскажу историю как у меня с чего начиналась эта конструкция чем закончилась пусть лежит здесь сторонке блочок этот это вот я качалку рисовал размеры уже после после предварительного так скажем прикида чем это вот все я прорисовывал пытался отношения соблюсти ходы углы кронштейнов тяг всего что нужно было то есть вариантов у меня было несколько был вот такой вариант с очень большой вилкой вот такой был вариант то есть прикидывал как что и естественно хотелось уменьшить габариты потому что из больших болванок тоже вот примерные эскизы тут вилку заднюю рисовал потому что брать огромную болванку из нее выфрезеровать ну сложновато вот еще тоже потому что надо было все так скажем скомпоновать чтобы все это влезло особо не выступал он это уже приближалась к окончательному результату вот еще тоже некоторые варианты в общем много перерисовал но смотрел как чтобы все совпало чтобы все работало и чтобы углы совпадали на это тоже такие прикидочные движение амортизатора движение рычагов рисовал чтобы было приемлемо и все это вот уже рисовал так скажем подрамник задней ну и ручку для переноса под пятник ручка как можно назвать и вот остановился на таком варианте вот это уже предварительно окончательный чертеж был потом я сделал нулевое положение без нагрузки нарисовал максимальный ход с полной нагрузкой и уже окончательный вот абсолютно доскональный по нему я уже начал работать в общем балан то было массой 7 килограмм 350 грамм из нее сделал вот заднюю вилку и на переднюю вилку тут на траверсы рисовал смотрел как окна сделать конце концов вот этот был утвержден тоже траверсы в общем смотрел как как ее можно сделать как чего ну и вот уже тоже самое окончательный чертеж очень выстроил из одной болванки заднюю вилку передние траверсы и передние кронштейны на ось колеса и мы за мной все сделал так дальше что у нас сейчас разберу так скажем эту конструкцию покажу как она будет работать потому что амортизатор сейчас не даст ничего сделать сниму усилитель усилитель немножко у меня неудачно как неудачный просто край мне продали листом чуть-чуть от гильотины замятый но я думаю это ни на что не влияет его даже никто не увидит потому что лицевая сторона будет сзади снизу вот это ну я думаю маленький дефект лишь он только мне ну и сейчас уже и вам он известен сейчас я вот так присяду чтобы мне удобно было и вам было видно это две оськи родные от самоката 1 по-моему задние вилки 2 по моему с переднего колеса им 10 диаметр 10 резьба им 10 шаг полтора стал заморачиваться они мне подходили по длине сейчас его здесь отключу этого центральный центральная ось пола это штук от амортизатора на 16 миллиметров диаметром здесь на 18 миллиметров здесь 12 с половиной такой что попался общем я из него сделал сейчас я уберу это все делалось вставлю и покажу как это дело все будет работать значит амортизатор мне не даст здесь вчера поделал втулочки упорные и уплотнители буду собирать сюда смазку ухо за упорные шайбочки в точку дерет сюда тоже сайт шайбы проставлю здесь стоят шайбы уже упорные для того чтобы так скажем алюминий по алюминию не елозил потому что не любят они друг друга пара трения стали алюминия лучше все притяну чуть-чуть и другие а это пускай болтается в общем вот так скажем ненагруженное состояние вот теперь следите за рычагами как будут меняться плечи это максимальный ход но здесь больше ста миллиметров получается без амортизатора то есть за счет вот этих изменения плеч прилагаемых усилий здесь и возникает прогрессивная характеристика потому что у пружин у пружин так скажем ограниченные вот эти возможности вот я это снимаю для того потому что в собранном состоянии будет не видно вот вид снизу сейчас я вам расскажу как это все будет работать да кстати вот здесь еще одна деталь серьга вот она стоит есть вторая такая же но она короче если их поменять то клиренс за счет вот это увеличится на 10 миллиметров но александр кутузов попросил сделать клиренс меньше на 20 миллиметров от стандартного поэтому я ему так и сделал сейчас покажу небольшой эскизик я объясню как работает пусть валяется сбоку в общем вот этот первый это так скажем не нагруженная подвеска точке приложения усилий вот от вилки вот от амортизатора между ними идет усилие а вот плечо срабатывание приложение усилия в общем не нагруженном состоянии фактически она 24 миллиметра ну плюс минус там пять десяток совсем точно не скажу дальше когда подвеска будет срабатывать вот это плечо вот это плечо уменьшается до 6 миллиметров это получается в четыре раза так скажем увеличивается усилие на самой вилки на оси колеса там это нужно конечно все на стенде проверять потому что так примерные расчеты они фактически не дадут искомого результата и за счет вот этой конструкции за счет вот этой конструкции будет характеристика у подвески вот такая если ставить просто пружину пружинный амортизатор то у него в зависимости от хода усилия сначала поднимается а потом характеристика загнулась самого амортизатора он уже жесткость не увеличивает с рычагами вот с такой конструкции получается вот такой результат ход увеличивается нагрузка на задней оси сначала плавная мягкая а потом она резко возрастает жесткость за счет уменьшения вот этого плеча и в принципе я думаю что эту подвеску даже втроем до упора до вот такого состояния продавить никто не сможет так что в общем вот такая у меня на данный момент сейчас конструкция она готовая я ее дособираю и наверное в скором времени будем уже испытывать в ходовом плане еще нужно будет мне гаечки сюда поделать свои потому что я вчера немножко подвеску дофрезеровал и расточил там оси на колесе коротенькие поэтому пришлось вот здесь еще немножко углубление сделать и сделаю большие гайки и здесь вот под кабель углубление сделал сделаю высокую гайку и щиточек потому что он ребята мне написали частенько просто ну случайно коснулись там бордюрного камня в общем отбивается этот провод это очень нехорошо а так я его сюда уложу здесь хомутиками и уже до него ничего не достанет и с этой стороны то же самое сделал вот потому что резьбы у меня получилось маловато там буквально с этой стороны по мо 6 миллиметров а с этой стороны получалось того меньше потому что еще пазик под кабель войске и ось у него не цельный не цельная резьбовая она еще фрезерованная под две лыски поэтому в общем переделаю сделаю гайки свои алюминиевые и уже вил родные стопора от проворота осени вот сюда будут упираться в эти пазики сзади все будет нормально работать на сегодня все всем удачи всем успехов здоровья до скорых встреч встреч